Три месяца отдыха ждут школьников, и это время необходимо провести с пользой для здоровья. Об этом ежегодно заботятся специалисты сразу нескольких ведомств окружной администрации. Это уже второе заседание Координационного совета. Первое состоялось еще в апреле, с тем расчетом, чтобы все заинтересованные организации заблаговременно подготовили все разрешительные документы. А теперь начинается период приема объектов и требования к ним самые жесткие. И в первую очередь это относится к так называемым лагерям-подснежникам, о существовании которых все узнают через соцсети, но работать они собираются по факту нелегально. Всего это более 20 учреждений. До 25 мая все организации детского летнего отдыха должны представить пакет разрешительных документов.